всем привет ребята вы знаете я вчера наблюдал читал многое да и вот чему я сейчас очень удивлен это уводу того что происходит в последствиях теракта в какой-то другой нарратив у нас повыскакивали всякие медийные персоны которые кричат про каких-то там ужасных правых ультра правых мега правых титанически правых всех естественно правых организациях и людям которые сейчас почему-то представляют какую-то угрозу и всех нужно как бы это тормознуть чтобы они сейчас не с рефлексировали давайте разбираться хоть раз вы от русских националистов адекватных русских националистов вообще в первую очередь вы разобрали что такое право и убеждение откуда они пошли из традиционализма консерватизма того же самого традиционной ценности слова тоже пошли я уже не говорю о том что у нас даже журналисты не разбираются что такое национализм нацизм и фашизм они не разбираются в чем доктрины чем это отличается журналисты по телеку сидят говорят президент каждый раз неонацисты по нтв еще нет украинские националисты вот и вот у нас крик вот эти правые которые сейчас вот что-то вот могут сделать их надо срочно остановить чтобы не было никаких сейчас ужасных вещей не произошло в стране выход раз от русских националистов под правой движухи видели вот такие теракты которые просто чудовищные еще раз соболезную всем вот вы видели от них вот раз такие терапии преступления всякие были да такие же как у всех с этим тоже разбирались это тоже нужно сделать да преступность нужно как бы работать с этим правильно правильно теракты вы такие хоть раз видели не видели откуда были теракты у нас видели видели сейчас это можно сказать манежка объясняем почему произошла манежка потому что раз убили футбольного хулигана кавказцы никого не посадили всех отпустили ну там вмешалась диаспора дала денег рассос второй раз убили то же самое ребята сказали обратите внимание то есть не серии сейчас найдем и будем линчевать они правоохранительные органы это ваша работа разберитесь разобрались отпустили произошла манежка потом манежкой воспользовались уже всякие стремящиеся к власти к политике включая того товарища у которого тромб недавно отскочил там уже пошла другая движуха ребята хотели справедливости при этом имея консолидацию огромную физически подготовленных ребят да они не сделали не устроили дичайшие погромы там или еще что-то терактов никаких не было и вот у нас сейчас напряженная обстановка я тоже беру и говорю ребят сейчас следите за этим всем именно на этой теме хотят качать гражданский пероворот уже пошли сообщения приходят школьникам разные именно на этой теме не будут срабатывать кто меня не знал до этого я уже об этом говорю не первый год ну да ладно как бы уже ситуация пришла работаем с тем что есть и вот у нас все повыскакивали что-то там визжать правы правы вы в другом разберитесь размотайте наконец-то эту правами миграционную политику разбирайтесь с этим вчера видео я смотрел когда амон отводил людей подальше от крокус сити холл чтобы там никто еще не пострадал там стояли товарищи с ваххабитскими бородками короче с камерами и агону это эти со мной нормально разговаривать а кто ты такой извиняюсь с тобой нормально разговаривать у него работа так отойдет отойди отойди оказывается с ним поговорить должны были нормально это уже перешло настолько глубочайшие рамки что у нас уже просто стоят омона бесценивают у которых работа спасать данный момент людей про либералов я уже вам вообще молчу про их посты там это просто визжание почему их допрашивают вот этих вот ублюдков террористов без адвоката поэтому я всех призываю к благоразумию я еще раз говорю да именно на этой теме хотят качнуть но не уводите нарратив в сторону что сейчас именно правые пацаны учета устроить знаете где сейчас правы чем они занимаются они в тылу создают серьезные организации как северный человек помогать людям консолидировать сборные сло поездки в зону сло гуманитарка литературные клубы спортзалы большие мероприятия для людей это делают они знаете где сейчас еще русские националисты и правы в зоне сло воюют в испаньоле в шаргарусич в москве 106 еще много где воюют за свою родину добровольцы награжденных уже орденами мужиков вот у нас есть взвод северный человек этот руководитель наш парняка красавчики уже по всем каналам показали назвав самым веселым участником сло который в артеевку заходил это наш человек вот такой вот да который сейчас оказывает может устроить тоже сейчас будет награжден орден мужества поэтому все вот эти товарищи которыми не знаю бабки занесли ли они просто тупят не лезьте туда почему не разбирайтесь а прежде чем в что-то лезть разберитесь почитайте узнайте вы же живете где-то в небесах вы в метро бываете в районе новая москва были хоть раз посмотрите что там происходит балашиху сгонять поглубже а потом задавайте вопросы назрел серьезный серьезный политический такой как-то даже правильно назвать то блин тупик что ли из него нужно выбираться всем вместе но не нужно вот вы кричите давайте мы сейчас не будем устраивать разделение 40 так вы сами делите людей ссоритесь проблема есть в стране есть существует существует давайте работать будем делать но это же перегибы поэтому прекращайте вот этой херней заниматься ей богу то хуже делаете все успокойтесь занимайтесь своими делами есть одна это у нас спецслужбы которые выполняют свою работу которым за это большое спасибо хвала работайте братья и сестры всем спасибо и а и и